Брэндон Брайер, более известный как Брайт Бёрн из фильма ужасов Гарри Гарри Ясна, тёмная версия Супермена, который с малых лет превратился в жуткого, хладнокровного и расчётливого злодея. Это видео – новая версия моего предыдущего ролика, и делаю я его по многочисленным просьбам в стиле моих обычных монстр-обзоров, т.к. всех достала не к месту вставленная политическая сатира, так что ваша критика была услышана, каждый голос важен. У нас же тут не выборы приз... простите, а больше так не буду. В этом видео я расскажу всё, что известно об этом нетривиальном пришельце, конечно же, о его суперспособностях, характере и главное, что делать, дабы выжить в случае, если жуткие красные блестящие глаза Брайт Бёрна направлены в вашу сторону. Во многих предыдущих роликах я рассказывал о маньяках, таких как Фредди Крюгер, Джейсон Вурхис или Кожаное Лицо. Все они – продукт своего окружения, которые из-за жестокого обращения родителей или сверстников были обречены на то, чтобы стать несущими смерть монстрами. Брэндон же, напротив, попал в отличную семью к любящей и доброй матери и такому же любящему и классному отцу. И, казалось бы, такая жизнь должна была оградить ребёнка от судьбы суперзлодея, но, к сожалению, независящие от него и его родителей обстоятельства породили новое чудовище. Продолжим после небольшой рекламы. «Скажи мне, дядя, ведь недаром все мои друзья уже либо сидят, либо ослепли и пошли в штурмовики. Так почему я, весь такой красивый, бодрый, энергичный, постоянно вижу два солнца вместо одного и предчувствуй у меня такое, что я скоро буду озвучивать Джокера. Это всё потому, дорогой Лука, что ты с рождения пьёшь имбу. Налей к себе ещё, авось, и магистром ордена джедаев станешь». Имба – знаменитый энергетик для геймеров, о котором вы уже наверняка слышали. Он повышает концентрацию и быстроту реакции, успокаивает нервишки и позволяет не бомбить, даже если вы дерётесь со своим батей на световых мечах. У имбы недавно вышла крутая линейка новых вкусов, хотя и старые-то были ничего. Теперь можно заказать яблоко киви, вишню, мохито и мой любимый оригинал. Только для моих подписчиков есть ещё и секретный код Валай, по которому вам скинут 10%, а любители больших скидок могут урвать выгодное комбо на 25% дешевле. Главное успеть. Так что бегом затариваться имбой по моей ссылочке в описании и не забудьте про промокод Валай. Существо из иного мира, которое получило имя Брэндон Брайер, прибыло на нашу планету 24 мая 2006 года. К большому сожалению, неизвестно, откуда именно держал курс корабль этого пришельца. Точнее не корабль, а скорее спасательная капсула. Из информации с сайта, который собирает и структурирует базу данных об аномальных метеорологических явлениях, становится ясно, что космический аппарат, который приняли за астероид, действительно двигался как астероид и по траектории, и по скорости. Разница была лишь в свете, который сопровождал падение объекта. После детального изучения, экспертами сайта были сделаны выводы, что данный неопознанный летательный аппарат прибыл с неизвестной экзопланеты, богатой кислородом и азотом. На чём были основаны данные выводы, неизвестно. Явление, со слов жителей Брайт Бёрна, сопровождалось массовыми перебоями в работе электросетей и электроприборов. Брайт Бёрн – полная противоположность Супермена по характеру, но вот способности его – точная копия Супсовских. О них мы поговорим чуть позже. И раз он прибыл на чём-то, что похоже на спасательную капсулу, есть предположение, что его планету ждала судьба Криптона, а Брайт Бёрн – один из выживших в ходе глобального катаклизма. Но есть и факты, которые опровергают данную теорию. Семья Брайеров взяла его под опеку, так как они не могли иметь детей, но очень их хотели. А капсулу, упавшую неподалёку от дома, они спрятали в подвале амбара. Когда Брендону было 10, отключившаяся капсула начала проявлять активность, что и пробудило в добром и очень умном ребёнке его тёмную суть. Капсула начала транслировать в мозг будущего суперзлодея послания на неизвестном для людей языке. И говорила она следующее – «Захвати весь мир». Получается, что никакого глобального катаклизма на родной планете Брендона не было. Это была спланированная диверсия, в ходе которой ребёнок со сверхчеловеческими способностями служил своеобразным биоорганическим оружием массового уничтожения. Он был намеренно подослан на нашу планету, чтобы уничтожить человечество или поработить его. Звучит довольно глупо, если не принимать в расчёт тот факт, что этот ребёнок неуязвим для всего, что убивает обычных людей. За первые 10 лет своей жизни он ни разу ничем не болел. Ни один синяк, ссадина или рана не украшали тело молодого чудовища. К моменту пробуждения капсулы, пассивная неуязвимость к земным болезням начала стремительно эволюционировать. И вскоре Брендон начал одну за другой открывать способности, находящиеся за гранью человеческих возможностей и понимания. Почти все они начали проявляться в моменты сильных эмоциональных всплесков. Сначала Брайтбёрн открыл в себе потрясающую ловкость. Он мог перемещаться с такой скоростью, что человеческий глаз с трудом мог его распознать. Вскоре, когда отец поручил ему покосить траву, Брендон не смог завести газонокосилку, разозлился и швырнул её на несколько десятков метров вдаль и на большую высоту. Эта же сила позволяла ему без труда ломать людям кости, поднимать и отталкивать их, а вкупе со скоростью буквально превращать людей в фарш. В гневе Брэндон испускал электромагнитные импульсы, которые создавали интерференцию, нарушающую работу техники. Впервые эта способность проявилась в день рождения, когда отец не позволил ему забрать подарок дяде – охотничье ружьё. Отдай мне ружьё. Прости, что ты сказал? Я сказал, отдай мне ружьё! Вместе с этим Брэндон начал проявлять нечеловеческую жестокость. Первым тревожным звоночком стали снимки операций, на которых были изображены вскрытые человеческие тела с обнажёнными внутренними органами, которые были спрятаны под кроватью вместе с эротическими журналами. Вскоре теоретический интерес к свежеванию живой плоти перешёл к практическому, и Брэндон убил всех кур в курятнике своих родителей. Но с животными всё не ограничивалось. Презрительное отношение одноклассников подтолкнуло его к ненависти к людям, а первой жертвой стала девочка из класса, которую он без труда сломал руку. Когда Брэндон поддался зову своего корабля и нашёл его в погребе Амбара, он обнаружил, что может левитировать над землёй, а позже развил эту способность и научился летать с огромной скоростью. По мере осознания своих способностей, Брэнд Бёрн стал позиционировать себя как сверхчеловек, гораздо более совершенное существо, нежели окружающие его люди, и уже к десяти годам стал настоящим мини-гитлером. Свои преступления он маркировал особым знаком, который стал его неофициальной эмблемой. Стилизованные поднордические руны спаренные буквы Би-Би, одновременно аббревиатуру к его земному имени Брэндон Брайер и сверхзлодейскому имени Брайт Бёрн. Сначала эти знаки рисовались карандашом на бумаге, потом пальцами на конденсате и в конце концов кровью его жертв. Когда родители признались ему, что он буквально упал с небес, открылась его самая разрушительная способность – умение генерировать мощнейшие, концентрированные сгустки энергии прямо из глаз, которые были способны пробивать как ткани человеческих тел, так и практически любые земные материалы. Как будто бы этого было недостаточно, Брайт Бёрн обучился телекинезу. Он мог силой мысли воздействовать на материю, не применяя силу физическую, что позволяло ему поднимать в воздух и бросать даже очень тяжелые предметы. Достаточно сказать, что в 10-летнем возрасте он без усилий сорвал тяжелую стальную дверь с петель, отбросив ее. В плане характера Брайт Бёрн был типичным маньяком-социопатом, который абсолютно не считался с жизнями людей и животных, убиваясь с особой жестокостью и жутким хладнокровием. При этом он не щадил даже своих друзей и близких. Свой образ он изначально нарисовал на бумаге, а потом воплотил в реальности. Правда, из-за нехватки ресурсов он ограничился лишь зловещей красной маской-мешком, который смотрелся весьма зловеще, особенно когда жертвы видели, на что он способен. Позже образ дополнил плащ. Но, к счастью, Брайт Бёрн имел как минимум одну уязвимость. Когда он впервые добрался до своего корабля, он поранился о его корпус. То есть это своего рода криптонит для злого Супермена, и пока что это единственная из известных материй, способных причинить ему хоть какой-то вред. Ведь даже прямое попадание в затылок из охотничьего ружья вызвало у него разве что не сильный зуд и удивление. Это все, что известно о Брэндоне Брайере или Брайт Бёрне из фильма «Гарри, Гарри, Ясно». Если вам понравилось видео, то влепите ему лайк, подпишитесь на канал и поставьте колокольчик. Я пару раз в неделю выпускаю подобные видео. Спасибо за просмотр, и доминует вас всякая криповая хренотень.